Всем привет, друзья! У нас срочное включение, потому что в Беларуси случилось очень важное событие. Приехал первый Tesla Кибертрак. Касаемо передней оптики, в принципе, первое, что бросается в глаза, это вот такая диодная монобровь. Но, на самом деле, это не единственный световой элемент в автомобиле. Здесь вот снизу скрывается у нас еще передняя оптика, которая выполняет также функцию поворотника. Все минималистично. Меня очень поражает момент, что нету никаких парктроников, потому что машина действительно большая. Машина действительно большая, и как бы нужны дополнительные какие-то примочки для того, чтобы было комфортнее парковаться. Дальше идет у нас момент касаемо колес. Здесь раньше, ну, по крайней мере, в первых автомобилях шли колпаки. Это у нас, получается, металлический диск. Колпаки эти убрали. Вот здесь на резине мы можем видеть окантовку, по которым и шел сам колпак. Но Tesla решила отказаться от этой идеи, потому что эти колпаки натирали и протирали немножко резину. Поэтому имеем то, что имеем сейчас. Но с колпаками, безусловно, смотрелось интереснее. Мы, опять же, вставим футажи. Посмотрите, как это изначально планировалось. Когда этот автомобиль только презентовали еще на картинках, то я думал, что он будет намного больше. Но по факту он кажется намного меньше, чем тот же Dodge Ram, Ford F-150 Raptor. За счет того, что у него, в принципе, самая высокая точка находится вот здесь. Все. Если бы не было, автомобиль был достаточно такой миниатюрный, если можно так будет выразиться. Есть также доворот задней оси. И мы потом покажем, руль интересным образом поворачивается не так, как мы привыкли, в несколько оборотов, а буквально там наполовину. Разумеется, никаких дверных ручек здесь нет. Есть вот такие вот кнопочки. Сейчас я буду писать, как это будет работать зимой. Дверь слегка подается у нас, автоматически не открывается, как, например, в той же Tesla Model X. Ну и хорошо. Все такое вот прям острое. Даже вот этот вот торец трогаешь. Он прям такой остренький. Об него, мне кажется, можно даже порезаться. Сразу мы с вами можем видеть, ну не знаю, назовем это минусом, то, что остаются отпечатки пальцев на кузове автомобиля. Очень такие прям тугие, жесткие ограничители. Приходится прям силой толкать, но в конце вам дверь, точнее механизм автоматически помогает довести эту дверь. Кузовные элементы, потому что, ну да, видите, контактная сварка есть. Все такое просто выгнутое, выштамповки эти все, интересно смотрится. Tesla сейчас абсолютно любую, начиная вот с Кибертрака, они эту тему подхватили. Можно будет с завода оклеить в любую пленку. Вот они по умолчанию, все автомобили, все Кибертраки, они идут вот в таком исполнении. Дальше все вот другие цвета, которые вы видите, там черные, матовые, зеленые, это все исключительно пленка. То есть это никак не красится. Вот здесь вот треугольнички, обратите внимание, в них есть камеры. Камеры конкретно нужны, ну в качестве слепых зон. Видите, Tesla, как всегда, не любит доводить зазоры до идеала, потому что здесь вот выпирает, я смотрю. А здесь наоборот посажена вот эта часть. Слева есть кнопки открытия самой крышки задней. Перивод работает только на открытие, то есть закрыть с кнопки нельзя, придется рукой. Но в принципе достаточно легко закрывается, и в конце у нас срабатывает доводчик. Потом есть стрелочки, это управление самой шторкой. Видите, сразу у нас снизу вверх идет на заднее стекло. И, кстати, вот эта вот шторка, она помогает, ну опять же, по заявлениям Tesla, сэкономить там до 10% заряда. С открытой будет, соответственно, расход больше, ну в принципе, как и история с открытым люком в автомобиле. Очень много внимания на себя берет вот такой вот гигантский дворник в стиле Мерседесов, 124-х, там 210-х. И изначально планировалось, что здесь с влагой на лобовом стекле будут бороться какие-то лазеры. Но, естественно, это была такая концептуальная история. Поэтому сделали большой дворник. Его специально оставили на виду, не прятали куда-то вот сюда, потому что для этого пришлось бы делать, ну, какое-то дополнительное отверстие, которое бы ухудшило аэродинамику автомобиля. Поэтому смотрится, естественно, самобытно, нигде такого я еще не встречал, чтобы дворник был прямо на самом виду и был такого размера. Здесь отказались от такой штурвальной темы и сделали сверх, ну, классическое исполнение руля, очень напоминает Peugeot. Здесь мы видим логотип Кибертрака, собственно говоря, его силуэт сбоку, треугольничек. Монитор, в принципе, достаточно привычный в плане интуитивности. Интерфейс совершенно другой. Интересно, выполнены слоты для мобильных телефонов, для беспроводной зарядки. Ну, и даже подстаканники, вот, обратите внимание, все такое обрубленное, усеченное. Все нам как-то стилистически напоминает Теслу, но вот этот вот километровая-километровая торпеда, до которой я даже не могу до края дотянуться рукой, это, конечно, фантастика. Сама машина очень большая, зеркала необычной такой треугольной формы. Тоже, я думаю, какую-то отсылку к самой форме Кибертрака они пытались сделать, и они достаточно удобные. По крайней мере, вот первые впечатления. Все у нас в Алькантаре, соответственно, стоечки, потолок, панорамная крыша, которая никуда у нас не отъезжает. Вот, скорее всего, должно как-то работать как в Тесле Model X, но я, если честно, не хотел бы это сломать. Максимально миниатюрное такое нежное зеркало заднего вида. Место сзади, вот я сейчас настроил сидение под себя. Очень много места и пространства, куда вы можете вытянуть ноги. Не хватает немножечко угла наклона спинки, но, в принципе, привыкнуть можно. Огромный монитор, он гораздо больше, чем в Model S и Model X Plate. Здесь вы можете, в принципе, управлять климат-контролем, подогревами. Вот, здесь у нас подогревы, пододвигать переднее сидение вперед-назад. Так сказать, функция вежливый пассажир, назовем его, и смотреть Netflix, YouTube и регулировать музыку. Вот сейчас автомобиль подняли до самого высокого положения. В таком положении можно ездить на автомобиле со скоростью до 40 км в час. Но я вам скажу, что когда он до максимума поднят, то забираться сюда становится непросто. Вот видел в интернете видео по поводу вот этого элемента салона, то, что очень криво выполнено. Хотя здесь, конкретно в этой машинке, в принципе, все выглядит неплохо. Давайте немножко по менюшке пробежимся, что вообще в этой машине есть. В принципе, менюшка всем нам уже привычная. Это вот управление дефлекторами на мониторе. Все это мы видели в Tesla Model 3. Только видите, здесь все вот стилизировано именно под кибертрак. Даже значок включить-выключить, он такой обрубленный весь. Есть зимний пакет, есть подогрев дворников, точнее дворника одного. Подогрев руля и подогрев сидений. Вентиляции здесь нет. Вот это что, кстати? А, это подогрев зеркал отдельно включается. Подогрева заднего стекла нет. Смотрите, какие режимы есть. Comfort Sport Custom, Offroad. Такой еще не поезд едет, а эта шторка просто закрывает заднее. Здесь у нас буксировочное меню. И, кстати, этот автомобиль может буксировать грузы массой до 5,5 тонн, если мне не подводит память. Меню зарядки. Вот у нас автомобиль сейчас заряжен на 43%. Если говорить о дальности хода, то ее заявляли там порядка 600 километров. Но в реальности вы понимаете, что ни один электромобиль, он, в принципе, заявленные показатели никогда не проезжал. Вот как нам рассказал человек, который эксплуатировал уже не одну тысячу километров этот автомобиль. Машинка проезжает со скоростью 120 километров в час. Примерно там 430-440 километров. В принципе, неплохой показатель. Так, что у нас здесь есть? Автопилот. Меню Автопилот. Ну, все стандартно. Вот чего-то такого, что прям выделить стоит в этом меню, я пока не нашел, если честно. Удобно, интуитивно, понятно, круто. Тесла, как всегда, сделали, как мне кажется, высшую мультимедийную систему, в которой даже человеку, который первый раз садится в Теслу, не придется долго разбираться. Это, безусловно, плюс. Но руль реально как в Peugeot 3008. Вот эта вот усеченная история сверху. Я думаю, что будет удобнее, чем штурвал, безусловно. Поворотники здесь тоже, видите, реально. Ну, здесь такой микс получился. То есть здесь не штурвал, но штурвальная тема в виде поворотников на руле, она осталась. Это, кстати, автомобиль у нас не самой максимальной версии. Это не Кибербист. Это Кибертрак полноприводный на 600 сил с разгоном до сотни 3.6. Полный привод, соответственно. Пока эти автомобили есть только в трех модификациях. Здесь есть кнопочка такая. Ну и полностью все на сервер. Никаких скрытых здесь еще дополнительных ниш нет. Вот все возможности этого багажника, вот мы их все видим, в принципе, сейчас. О, стикер, кстати, на капоте. Прикольно. Когда коснулось такие автомобили просчитывать по доставке, понятное дело, что, как правило, такую технику дорогостоящую и эксклюзивную любят авиадоставкой привозить к нам в страны. Но, опять же, просчитывая этот автомобиль по габаритам, мы понимали, что он в контейнер не помещается в стандартный. Он помещается только в том случае, если все боковые элементы, там зеркала с него скрутить, тогда он, в принципе, помещается еле-еле впритык. Хотя визуально он не кажется больше, чем тот же Dodge Ram, который, в принципе, по своим габаритам, он, ну, выглядит больше, чем этот автомобиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, у нас уже, видите, еще два кибертрака прибыло в Беларусь. Сейчас мы будем говорить о ценах на эти автомобили и вообще о возможностях покупать эти автомобили, потому что машинка очень нестандартная и с ней не так все просто, как с другими автомобилями. Во-первых, начнем с того, что вы, в принципе, в Америке не можете взять, вот, купить новый автомобиль и экспортировать его в другую страну, потому что все новые автомобили, они, ну, недоступны к экспорту. Эта машина должна быть бушная, то есть она должна встать на учет в Америке, на какого-то американца. Этот американец уже, ну, эта машина продается как бушная, несмотря на то, что у нее там 50 километров пробега. Итак, какие же варианты есть купить кибертрак? Самый первый вариант – это зайти на сайт tesla.com, выбрать раздел с кибертраком, выбрать интересующую вас версию автомобиля и оформить предзаказ. Не купить машину, а только оформить предзаказ. Начнем мы с самой простой версии на моноприводе, заднеприводная версия. И, кстати, заднеприводное исполнение автомобиля будет только доступно к заказу в 2025 году. То есть не доставка автомобиля, не изготовление на 2025 год, а именно возможность заказать этот автомобиль будет только в 2025 году. Сейчас пока только полноприводные версии. Поэтому заднепривод мы пока еще, давайте, на него акцентировать внимание не будем. Дальше у нас идет полноприводная версия. Это вторая версия, которую, в принципе, вы видели в этом обзоре на 600 сил с разгоном 3.6 до 100. Эти автомобили, как пишут на сайте Tesla, будут изготовлены в 2025 году. То есть если сейчас оформить предзаказ, то машинка будет готова в 2025 году. Но я вам скажу, что это звучит достаточно оптимистично, если смотреть на то, сколько мы ждали, в принципе, выхода этого автомобиля с момента его анонсирования. И, опять же, приведу вам еще пример. Мы где-то, наверное, лет 5 назад оформили... Вот как только появилась там возможность сделать предзаказ на эти автомобили, мы для клиента сделали предзаказ и были там 300-тысячными в очереди. И эта машина до сих пор еще не готова. Также мы в 2023 году оформили предзаказ уже для клиента и были там 2 с копейками миллионными. То есть практически там 3-х миллионные в очереди. И, опять же, эта машина тоже еще не готова. А Tesla сейчас пишет, что будут машинки готовы, вот если сделать предзаказ сейчас в 2025 году. Также есть Cyber Beast, самый мощный, на 845 сил, который едет там 2,6 секунды до сотни. Стоимости, смотрите, которые здесь указаны. Это стоимость завода, то есть это голая стоимость автомобиля. Заднеприводная версия, которую еще нельзя заказать, стоит вот именно по конфигуратору 57 390 долларов. 76 390 долларов стоит полноприводная версия на 600 сил. И самая мощная, самая крутая версия стоит 96 390 долларов. Но не думайте, что это вот вы столько заплатили и столько будет стоить машина. Для того, чтобы даже оформить предзаказ, это должен сделать американец. То есть вот так вот сейчас зайти мне, вот Белорусу, зайти там оформить предзаказ я не могу. То есть это должен быть какой-то американец, который эту машину оформит на себя предзаказ. Потом, когда эта машинка будет готова, американец этот купит ее на этого американца, машина станет на учет. И только тогда эта машина может быть экспортирована в другую страну. Вот такая вот непростая процедура, которая тоже стоит денег. Это не так, как у нас там 50 долларов заплатил за постановку на учет и катаешься. Там идет налог штата, там он, ну в зависимости опять же от штата, там от 6 до 10 процентов, по-моему. То есть от такой стоимости это еще десятка налог штата, плюс там еще какие-то, ну, различные регистрационные действия, которые тоже стоят денег. И это все, естественно, занимает не один месяц, там, это может занять там 2-3 месяца. То есть ждать тайтл тоже надо какое-то время. Вот, поэтому процедура не очень простая, но в любом случае мы это все можем организовать. Мы можем оформить предзаказ, все вот эти регистрационные процедуры для того, чтобы машинка потом могла быть экспортирована из Соединенных Штатов. Все это можем сделать. Но вы должны понимать, что это займет много времени. Мы сейчас поговорили про первый вариант покупки Кибертрака. Есть также второй вариант. Второй вариант покупки Кибертрака, он такой менее публичный, так, где-то на общих источниках вы этот вариант не узнаете, узнаете от нас. Это покупка очередей. То есть есть люди, которые в свое время оформили предзаказ на Кибертрак, там, стояли в очереди. Эта очередь уже там на подходе, и люди продают эту очередь за деньги. То есть там кто-то за 20, за 25 тысяч долларов. Но, опять же, покупка таких очередей, она не является гарантом того, что вот вы купили, и завтра ваша машина будет готова. Примерная дата может быть известна, точнее не дата, а год. И там часть этого года может быть известна, но конкретной даты никто вам не скажет. Вот, это опять же мы сейчас говорим про просто покупку очереди. Не говорим про налоги штата, регистрационные действия различные и так далее. Тоже, в принципе, по такому варианту мы можем покупать автомобили. Есть у нас выходы, есть люди, которые продают эти очереди. Поэтому вот один из вариантов покупки Кибертрака. Еще, смотрите, момент касаемо версии Foundation. Это, грубо говоря, как First Edition, Edition 1, такая лимитированная версия, которая вот идет именно первая в партии. Вот первые партии, они идут вот в версии Foundation. Если вы встали в очередь, дождались своей очереди, и вы попали вот в число автомобилей из первой партии, там несколько тысяч, наверное, автомобилей они этой версии выпускают, то вам предлагают доплатить там 20 тысяч долларов за эту версию. Там она, ну, особо ничем не отличается. Там есть там автопилот и надписи, которые еле видны на кузове. Но это якобы тоже как бы придает ценность автомобилю, потому что она вот из первых, первые пирожки, вот эти вышедшие из конвейера. Но вы можете отказаться, не доплачивать эти 20 тысяч долларов, дождаться, пока они довыпускают вот эти вот первые Foundation серии, и забрать автомобиль по прайсу, вот как на сайте указано. Сейчас мы приближаемся к третьему, и на данный момент самому рациональному варианту покупки Tesla KiberTrak, это покупка на аукционе Manheim. Расскажу вам историю, наверное, полутора месячной давности, когда купить KiberTrak можно было вот по первым двум вариантам, которые я вам озвучил ранее, а третьего варианта покупки на Manheim его не было, потому что этих машин на Manheim в принципе не было. И не было их потому, что с момента предзаказа, когда начали появляться первые машинки, потом люди их там ставили на учет и так далее, это тоже занимало время. И вот как только уже кто-то первый поставил эту машину на учет, и она была готова к экспорту, она появилась на Manheim. Первая машина, первый KiberTrak. Наблюдала вся страна, и не только наша страна, за торгами на этот автомобиль. И при стоимости этого автомобиля, вот по конфигуратору в 77 тысяч долларов и плюс 20 тысяч за Foundation серию, то есть там 97 получается машина стоила, она с молотка на Manheim ушла, насколько я помню, за 247 с половиной тысяч долларов. Представляете, это только стоимость автомобиля на аукционе, то есть без аукционного сбора, без доставки, без таможни. Вот голая цена, то есть по итогу она вышла, наверное, на человеку миллиона пол, так точно. Ну может быть не полмиллиона, но вышла очень дорого, то есть дороже, чем эти машины стоят в принципе по умолчанию. Прошел буквально месяц-полтора, и сейчас мы с вами заходим на Manheim, ищем Теслу. Берем KiberTrak. Слушайте, вот вчера я еще заходил на Manheim, было 48 машин. Сейчас уже 54 автомобиля, которые можно купить на аукционе Manheim. Почему этот вариант в принципе мы считаем сейчас самым рациональным, потому что вот самая первая цена, самый первый KiberTrak. Окей, этот с пробегом 1089 миль, вот вариант с пробегом 98 миль, новенькая тачка, и по Байнау ее можно купить за 138 тысяч долларов. 138 500. Как вам такое за месяц минус 100 с копейками тысяч долларов? Ну понятно, там был ажиотаж, там была первая, там был человек, который был готов, мне кажется, и больше за эту машину молотить, потому что вот кто-то очень хочет эту машину, у кого-то есть деньги, позволяет там возможность. И казалось бы, все прекрасно, вариантов на Manheim куча, цены устабилизировались, более-менее приблизились к каким-то адекватным. Бери, покупай, плати, вези. Но это не так, KiberTrak очень специфическая позиция, потому что у нее как минимум есть определенный класс бронирования, то есть это броневик, броневик это санкционка, и она может проехать, а может не проехать, ее могут где-то арестовать. То есть однозначного решения, что эта машина беспрепятственно приедет в страну, нет, потому что это санкционка, вы должны это понимать. Если там по Америке еще все понятно, то как только она приезжает куда-то там в Европу, то там могут начаться вопросы с этим автомобилем, и его там могут как минимум арестовать. И надо будет использовать альтернативные пути привоза этого автомобиля, который у нас, разумеется, есть, но по умолчанию, окей, эту машину можно привезти, но гарантия того, что это будет прям беспрепятственно и вот так вот на одном дыхании, нет. Варианты доставки этого автомобиля к нам в страну. Первый вариант уже был озвучен в обзоре, это стандартный вариант перевозка автомобиля морем в контейнере, при условии, если будут сняты боковые элементы, потому что только так он влезет в принципе в контейнер. Второй вариант, он, первое, более рациональный, второе, более быстрый, но третье, дороже, чем контейнером, это авиадоставка. Правила с такими автомобилями чаще всего выбирают авиадоставку, но имеется в виду не с кибертраками, а в принципе с дорогими автомобилями, какими-то премиальными, этот вариант, он более быстрый и более безопасный. Касаемо растаможки этого автомобиля, он, во-первых, идет под категорию C, то есть с обычными правами на легковой автомобиль вы не сможете в принципе управлять этим автомобилем и растамаживать этот автомобиль не как электромобиль, то есть вы думаете, что вы везли его под нулевую пошту, но растаможили в Беларуси и катаетесь. Нет, он растамаживается как грузовик, как пикап. Что мы имеем на выходе? При стоимости покупки в 138,5 тысяч долларов, с учетом, что мы везем автомобиль самолетом и растамаживаем в Беларуси под льготную пошту, как грузовой автомобиль, цена на выходе составит порядка 181,5 тысяч долларов. Это по льготе, разумеется, по полной будет дороже. Если говорить про стоимость такого же автомобиля в Российской Федерации, то к этому надо прибавить еще порядка полумиллиона российских рублей. Это размер утиль сбора и различные сопутствующие расходы в виде электронного ПТС, СБКТС и так далее. Ну, в принципе, сумма не такая уж и большая на фоне стоимости самого автомобиля. То есть до 200 тысяч долларов вписаться в кибертрак новый в России можно. Вот такая вот информация, друзья. Поэтому я надеюсь, что вам это видео было полезным. Те, кто хотел себе приобрести кибертрак, мы вам дали в принципе аж три варианта, как это можно сделать. Если вы хотите себе такую машинку привезти, то пишите нам, мы вам в этом поможем. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Вот напишите, кстати, за 200 тысяч долларов, что бы вы взяли, какую машину. Кибертрак? Если не кибертрак, то какой бы вы взяли? Будет интересно почитать, какие альтернативы есть в этом бюджете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Алексей, компания Востмоторс. Всем пока!